Вот считайте, в апреле убрали, а уже в месяц столько наросло. Александре Ивановне через несколько дней стукнется 90. Ее мама умерла на 104 году, мужа не стало 30 лет назад. А своего сына она похоронила еще младенцем. Вот и приходит сюда навестить своих самых близких. Полвека назад здесь было детское кладбище, а сегодня там, где стояли надгробия, свежие захоронения. Чтобы могилы никто не трогал, следит не только за своими, но и за соседской. Кто ухаживает, еще сохраняется. А кто не ухаживает, их все захоронили. Вот Федоренко. Они в один день умерли. Рядом похоронены. А уже лет 30 никто не ходит сюда. Ну куда? Мы вот уже не забываем, ухаживаем. Успокоить себя, что на месте родственников никого не перезахоронят. С этой целью Александра Ивановна оформляет сегодня удостоверение на захоронение. Из подтверждающих родство документов нужны только паспорт и свидетельство о смерти. Теперь она ответственное лицо за могилу. Будет указан участок, конкретно где находится это захоронение. Фамилия, имя, отчество умершего, то есть захороненного. Человек, который пришел, который регистрируется. Паспортизации предшествовал этап инвентаризации. Сотрудники КПРУ посетили каждую могилу на всех пяти городских кладбищах. Сделали фотографии над гробей. Сверили имена, высеченные на памятниках с архивными книгами. Ни одно поколение сменилось ответственных лиц за местами захоронения. Большое количество брошенных могил. Огромное количество неустановленных могил. Значит, журналы приходят в негодность, а в постоянное листание. В связи с этим было принято решение провести инвентаризацию и создать электронную базу. Вся информация теперь есть в открытом доступе на сайте КПРУ. Руководству кладбищ такая процедура, как паспортизация, нужна, чтобы обновить базу данных, ответственных за могилы лиц. Ну а тем, кто получает удостоверение о захоронении, документ дает разрешение на подзахоронение в родственную ограду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова